Уважаемые Девногорцы, здравствуйте! Сегодня у нас в гостях нашей студии глава города Девногорска Егор Егорович Оль. Сегодня в вашем интервью мы открываем новый этап работы местной телекомпании. Но было бы грех не спросить, что вы по этому поводу могли бы сказать? То, что появилось новое средство власть информации, можно только приветствовать, я думаю. Только за счет этого канала мы охват увеличим значительно. Поэтому это можно только приветствовать. Сегодня телеканал в некотором роде по творческим силам соединяется с газетой «Огни Енисея». Скажите, пожалуйста, к самому факту соединения этих творческих сил вы как относитесь? Верите в успех? Убежден. Убежден. Прошло два месяца лета. Хотелось бы знать, что администрация города за эти два месяца успела сделать и что не успела. Понятно, что мы практически там с конца июня, с начала июля начали готовить эти конкурсные процедуры. Если посмотреть по отделу городского хозяйства, это 19 объектов по большому счету. Плюсом тут реализуется почти 8 программ по линии отдела культуры. По образованию мы подготовили конкурсную документацию, нашли средства на ремонт бассейна в Доме детского творчества. Проект уже запущен. Понятно, что процедура достаточно длительная. Есть уверенность, что к концу года мы уже получим новый бассейн совершенно в Доме детского творчества. По этим 18 объектам, что касается отдела городского хозяйства, это дороги. Часть дорог мы там, наверное, видим уже. Делаются. Это больничный проезд, нижний проезд. Кроме этого, сегодня мы запускаем конкурсные процедуры по лестнице, по клубному бульвару. Там он из нескольких частей состоит. Первая часть на 2 миллиона – это участок от Стелла и дома ДДК. Вторая часть – там еще 3 миллиона. Думаю, как раз сегодня тут сейчас звонил главный архитектор, бывший. Он нам помогает с проектом по обустройству бульвара. Это, скорее всего, от Комсомольской до Школьной. Мы его, наверное, в этом году сделаем. Понятно, что эти процедуры пройдут, скорее всего, с конца августа, наверное, приступим к реализации этого проекта. Там есть проекты по овсянке. Там надо дорогу обустроить для того, чтобы школьники могли ходить и чтобы мы их могли возить вообще в школу. А вы затронули, извините, про овсянку. Там извечная проблема, ну, скажем так, не извечная проблема, а с момента, когда появился ФАП, появилась сложность у жителей молодежного прийти. Вот это как-то в планах имеется? К сожалению, там поселку 380 лет, чуть меньше, чем Красноярску. Конечно, там с землями очень большая проблема, она вся кому-то принадлежит. Мы уже сегодня смотрим, где бы там можно было выкроить кусок земли, он или участок, чтобы можно было эту дорожку сделать. Но пока это самое, наши безуспешные. То есть пока в состоянии поиска? Решение пока не найдено? Пока решение не найдено, поскольку там собственники везде. Мы даже в частной собственности. Но вот была попытка возить людей на автобусе. Это тоже в состоянии проработки? Ну, это в состоянии проработки. Понятно, сейчас все в отпусках, я думаю, там к сентябрю месяц к этому вопросу вернемся. Культурная столица Красноярия, особая страница в жизни города Дивногорска. Что уже принесло городу? Ну, я сказал, тут 8 таких социокультурных проектов буквально. Тут на прошлой неделе я отписывал соглашение о субсидировании этих проектов. Понятно, сегодня мы занимаемся эти конкурсами, всеми процедурами. В том числе, там, самое большое, я считаю, замечательный детский городок поставим в Слизнево. Остальные проекты, они касаются оснащения, библиотек, оснащения наших учреждений культуры. А по Слизнево, извините, а где это? В районе Кулуба будет. Другого места, по сути, там и нет в Слизнево. Поэтому, я думаю, это будет востребовано. А в какой период появится? На концу августа, я думаю, появится. Там есть некая вещь. То есть, вообще знают или только сейчас узнают? Да нет, я думаю, знают. Тем более, там, есть же у нас руководители клубных учреждений, они, естественно, информируют население. Наверное, есть смысл сказать, что культурная программа или культурная афиша города Демнокурска значительно расширилась. Тому, кто к нам приезжает, вы, наверное, ощущаете. Вот на прошлой неделе буквально приезжали, вообще, хатовцы, будем говорить. Насколько я понимаю, там этот концерт прошел на ура. При полном жале, вообще, это замечательно. Это было 190 мероприятий, именно в рамках культурной столицы. Часть, может, там провели, но основное, понятно, наверное, уйдет вообще на осень. То есть, не будь мы культурной столицей, к нам такого количества гостей, безусловно, бы не приехало. Скорее всего, конечно, да. А вот жители города всерьез волнуют вопрос, почему с 1 июля текущего года тарифы на тепло, нижней застройки повысится более чем на 14%, при предельном индексе 4,4%. А верхней застройки на 9%. Уменьшится на 9%. Уменьшится, да. Совершенно верно, да. Ну, во-первых, тут мы все время, уже с 92-го года, вообще, тут 24 года, мы, наверное, помним, что тарифы по верхней застройке у нас практически по горячей воде и по теплооснажению были на 30, иногда даже больше, больше, выше. Процентов, да? Конечно. Поэтому, с учетом того, что в прошлом году мы забрали муниципальную собственность, обанкроченные Дневногорские тепловые сети, с 1 июля у нас единый тариф. Что касается предельного индекса, это понятно, это указ губернатора, тут мы вряд ли с населением что-то больше возьмем, да и, наверное, ни к чему. Поэтому, что касается тарифов, поскольку тут то, что свыше 4%, там уже иной механизм включается, так называемые выпадающие доходы. Я думаю, тут двумя предложениями я вряд ли тут объясню вообще, только смуту внесу. Поэтому давайте так, мы это и в газете опубликуем, очень популярно. Более подробно. Очень подробно. И я думаю, тут в следующей неделе Алексею Мансурову пригласить ее, вообще она как раз по этим тарифам всю эту раскладку даст вообще. Ну а в сущности приведено в соответствие, и в общем-то справедливость восторжествовала. Да, по большому счету да. Потому что один маленький город, а люди от тарифов были, а так разнились точнее. Газета «Огни Енисея» сообщала, что попытка изменить практику платежей за тепло не реализовалась, что называется. А я о чем я говорю? Было принято постановление о том, чтобы платили мы не по одной двенадцатой, то есть круглый год платили, а платили по одной девятой. Эта тема, она давно дискутируется, если обратиться даже на уровень федерации, перейти на прямые платежи общенаселения ресурсно-нажажающим организациям. То есть каждый человек, чтобы платить? Огромные неплатежи вообще. На уровне Думы государственной пока такое решение не принято. Там было установлено, что с 1 июля мы должны платить именно по факту потребления ресурсов. Понятно, когда платишь одну двенадцатую, эта проблема некая создает, поскольку ресурсно-нажажающая организация счета выставляет управляющим компаниям по факту потребления, а деньги собираются потом. Это риски. Это риски. Она все время в должниках вообще. Это понятная, наверное, логика. Мы долго готовились, но, к сожалению, там, понятно, наверное, население не восприняло. И буквально 29 июня, обращаю внимание, это буквально за два дня до 1 июля, вот это постановление было отменено. То есть сейчас будут платить как прежнее? Понятно, мы получили эти бумаги, мы знали об этом, что должно быть вроде. Тем более нас, когда спрашивали, я вообще возражал против этой схемы перехода по факту, расчетам. Сколько к этому надо людей вообще готовить. Это не так просто ни в один день. Поэтому мы буквально 7 или 8 июля получили эти документы. По-моему, даже в огнях Енисея мы просили вас напечатать этот текст, что оставляется старая схема, там, расчеты по 1 и 12. То есть платить будут круглый год равными долями? Равными долями, понятно, с пересчетом в конце года именно по факту потребленных ресурсов. Поскольку мы затронули тему коммунальных служб, то, наверное, Девногорцам небезынтересно знать ваша оценка работы коммунальных служб города. Как вы, глава города, оцениваете их работу? С 1 июня буквально городской водоканал стал муниципальным предприятием. Если раньше он был частным предприятием, то со 2 июня всего года он стал муниципальным предприятием, равно как и МУПЭС. То есть в этом плане тут, я думаю, преимущество намного больше, чем недостатков. То есть это собственность муниципалитета? Это собственность муниципалитета. А это стало быть более управляемое. Более управляемое, понятно, что... Я думаю, это плюс сплошной. Хотя там по федеральным законам там рекомендуют конституционные соглашения, но, к сожалению, по этим конституционным соглашениям вопросов больше, чем ответов. Тем более там этот закон, по-моему, 416, он был принят буквально 29 декабря 2015 года, кроме негатива вообще эти законы никого не вызывали. Сколько там... Ну, нет позитивных опытов. Именно на территории края хотя бы, когда вот там заходил какой-то инвестор и вкладывал какие-то деньги вообще в развитие среди инфраструктуры. Очень много случаев, в том числе и в наших коллег тут близлежащих, что заходят там, деньги собрали и бросают просто этот объект. Я не думаю, что нам эти риски нужны. Эти эксперименты вообще, я думаю, мы в них играть не будем. Сегодня водоканал муниципальный. Это что? Это сети? Они были муниципальные и останались муниципальные? Сети были муниципальные, но они были в аренде у них. И персонал вообще был устроен, понятно, в частной структуре. И понятно, что все решения, которые мы им даже навязывали, о них вынуждены были согласовывать. То есть оперативность управления явно... Конечно, она многократно выросла. Многократно выросла. У нас же кроме водоканала, МУПС, есть и иные управляющие компании. Там сегодня, понятно, нет подготовка к зиме. У меня просто опасения вызывает одна, одна лишь структура, к сожалению. ДЖКХ вообще, вот если там в прошлом году, в прошлом месяце, у меня там задолженность была где-то перед энергетикой 1,8 млн, и сегодня уже 2,8 млн. Каждый день вот такие угрозы получаем энергетиков на предмет отключения там лифтов и прочих вещей. А что ДЖКХ по этому поводу? Какова перспектива? Позиция тут у них какая-то вообще несколько странная. Я не думаю, что это есть предмет для обсуждения здесь телевидения. То есть повод вообще задуматься и заниматься этим структурой. По остальным управляющим компаниям там мы не видим проблем особых. Тем более там задолженность у них перед ресурсами, как и положено, поскольку летом ресурсов там тепло не потребляет. Вообще там идет снижение задолженности. Это вообще радует. А, Егор Городич, вот не могу не спросить, уж коль говорим о жилищно-коммунальном хозяйстве. Вот история с ТСЖ, Домчук, она как-то вам и... Ну вот вы в теме, безусловно? Я с Юрием Николаевичем на прошлой неделе встречался. Ну, как я оцениваю? Это вообще право и обязанность даже с опысков принимать решения по правящей компании. Если их там не устраивает одна компания, то это право каждого перейти в любую, другую. Там количество переходов ничем не ограничено. Поэтому тут очень простая логика. Вы берите эту компанию, которую у вас стоит. Поговаривают, что якобы аппетит у краевой какой-то управляющей компании. Вот вы лично, как хозяин города, как относитесь к тенденции? Вот даже КХ у нас с края управляет. Негативно. Исключительно негативно. Это должны быть наши люди. Исключительно негативно. Ну, препятствовать вы не можете, как известно, по закону. Ну, вот по-человечески бы могли посоветовать, чтобы люди внимательно к этому. В строгом соответствии с законами могут действовать. Надо все-таки понимать, что решение принимает собственник. И только. Я ему только совет дать, и не более того. Вот на днях в нашем городе побывал полномочный представитель по правам человека Марк Денисов. Известно, что на приеме у вас в кабинете проходил прием. Попавло что-то 5-7 человек, по-моему. 6. В северо-енесейске, мне известно, было более 100 человек. Там Денисов ночью принимал людей. До 4 утра. А вот даже до 4 утра. Скажите, пожалуйста, это что, наши девногорцы такие пассивные, или у нас проблем нет? Во-первых, дверь у нас не закрыта вообще. Там каждый день 2-3-4 человека приходят вообще с теми вопросами. Это не только ко мне. Понятно, там, к заместителям приходят. Мы эти вопросы пытаемся разрешаем. Ну, не все разрешаемые. Но, понятно, в целом случае, надо, если вопрос не решаем, человеку объяснить, что это невозможно. Сколько это противоречит законам или каким-то иным требованиям. Или там ущемляются права от соседей, условно говоря. Много таких забавных вообще вопросов, конечно. И, с другой стороны, ну, сезон, наверное, все-таки. Лето все-таки. Вы, хоть и сказать, в северо-енесейске зимой принимал Дениса? Не знаю. Я это не спрашиваю. Вы же там присутствовали. Могли бы вас спросить, когда это было. Ну, понятно. Я думаю, если было осенью, где-то было бы людей, наверное, в несколько раз больше. То есть, вы считаете, что, безусловно, у людей был бы интерес, но сдержано было сезонными факторами. Ну, 6 человек, там, именно по сути, именно той деятельностью, которой он занимается, там обратился только один человек вообще. А то, что касается там иных этих вещей, там, по многодетным, там, понятно, это исключительно наша полномочия. Он такие вопросы не решает вообще. Ну, будем считать, что у нас проблем нет. Давайте с этим согласимся. Проблемы есть у всех. Или не так много. Не так много. Не так много. Не есть, не будут. Лето перешагнуло, по сути, дизиздела зенит. Скоро уже листья пожелтеют. Уместно спросить, Егор Игоревич, были ли вы в отпуске? Если были, то в каких краях? Жить торопитесь вообще. То есть, 22 июля сегодня. Ну, и все же. И все же. И все же. Летом не было. Был в три дня. В отпуске. Я знаю, что вы были в отпуске и каждый день ездили на работу. Вот это я точно знаю. Это связано опять же с теми вещами, о которых я говорил, что тут надо запускать все эти проекты, все эти конкурсные процедуры. То есть, не сильно до отпусков. Поэтому тут июль месяц, он именно такой. Я думаю, надо все эти процедуры запустить, а потом уже можно в отпуск сходить. Ладно. Егор Игоревич, что приносит вам хорошее настроение? Что? Вот что? То, что делаешь, и то, что у тебя получается вообще, это радует, конечно. Дом, вот я думаю, там на Бочкину сдадим, там в сентябре месяце заселим. Там на Бочкину 82, не Бочкину, а Чукава 82. Видите, там дом растет стремительным образом. Ну, такие вещи вообще. Радует, конечно. А дома? Дома, дома. Чтобы супруга не ругалась или хотя бы поменьше это делала. Не, ну я знаю, что ваши чувства отцовские занимают очень много дочь. Вы радуетесь за дочь, огорчаетесь? Ну, пока... Вот что сегодня? Ну, к счастью, она меня еще не огорчает вообще. Где она у нас сейчас? Она вообще ведущий солист этого Национального театра Нидерландов в Амстердаме. Ну, в прошлом году пригласили по контракту, они поехали. Ну, а ничего, что с Родины-то уехало? И Красноярск сейчас вот потерял. Гражданин России, что она потеряла? Тем более, сейчас мир стал более открытый. Почему бы и нет, если бы пригласили? Будем считать, что для первого раза нашего разговора достаточно. Могу ли я надеяться, что мы будем встречаться в студии регулярно? Найдем различные способы, или поводы точнее. Это могут быть ответы на вопросы, которые соберет редакция. Это может быть по каким-то актуальным вопросам. Вы не станете возражать, если мы в студию будем приглашать ваших подчиненных, руководителей служб. Надо приглашать, надо. Чтобы из первых уст. Это, во-первых, и наших коллег стимулирует. И люди будут зреть, кто за что у нас отвечает, чем занимается. Да хоть в лицо будут знать. Конечно. Я думаю, это тоже дело не последнее. Спасибо, удачи вам. Спасибо всем. Рады вас всем. Смотрите наш местный телеканал. Думаю, что наш разговор был небесполезным. Вот мы с Егором Городичем договорились, что такие встречи будут системными. Пожалуйста, пишите, звоните в нашу редакцию. Всего вам доброго. Будьте здоровы.